Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня среда, 13 мая. По евро и британскому фунту предположительно нисходящие коррекции подходят к своему завершению и по ним находимся в ожидании сигналов на возобновление восходящего тренда старшего порядка. А вот по японской иене фаза нисходящего движения, похоже, закончилась и пара выросла в цене. Тем самым сменив приоритет. Ожидается, что это движение продолжится. Итак, евро пошел по запланированному сценарию и достиг первую обозначенную цель на уровне 1.0885 после ретеста поддержки на 1.0784. Однако полноценный восходящий импульс пока так и не развил. Визуально это наталкивает на мысль о фазе консолидации в паре между верхним уровнем на 1.0885 и нижней границей на 1.0784. Хотя вероятность роста еще сохраняет силу. Поэтому основной сценарий на восходящее движение все еще остается актуальным. Учитывая эти обстоятельства, вероятно, в скором времени мы можем увидеть движение в сторону нижней границы формирующегося диапазона до 1.0784, последующий отбой от которого позволит покупателям развить восходящий импульс к локальным максимумам с ближайшей целью на 1.09.25 и потенциальным проходом до 1.09.87. В свою очередь, нарушение границ диапазона и снижение в область ниже разворотного уровня на 1.07.54 даст сигнал на смену приоритета в нисходящем направлении. Британский фунт не в полной мере пошел по ожидаемому пути после последнего обзора, практически одним махом достигнув первую целевую зону на уровне 1.2460, после чего уже ушел в нисходящую коррекцию для ретеста уровня поддержки, в районе которой сейчас и торгуется. Это крайне важный момент, поскольку способность покупателей удержать и закрепить цену выше поддержки определит дальнейшие перспективы пары на восходящее движение. Предварительно основной сценарий на рост пока остается в силе, хотя его состоятельность в данный момент находится под большим вопросом. Только окончательное закрепление цены выше поддержки на 1.22.87 и формирование заходного восходящего импульса откроет перед покупателями перспективу движения к ближайшему уровню сильного сопротивления на 1.24.60, а при его пробое с проходом до 1.2508. Отмена данного сценария состоится при продолжении снижения к разворотному уровню на 1.2208. Ну и наконец японская иена, которая похоже завершила фазу укрепления с достижением уровня 109.105.99, откуда пара пошла вверх, тем самым уверенно закрепившись выше разворотного уровня, что дало сигнал на смену приоритета с нисходящего на восходящий. В своем довольно стремительном росте котировки уже практически достигли уровня 107.81, где встретили сопротивление и начали откатываться вниз. Вероятно, после нахождения поддержки пара возобновит рост к новым локальным вершинам. Предварительно интерес покупателей проявится уже на текущих уровнях в диапазоне от поддержки на 106.96 до 106.70. Отбой из этой зоны направит цену к новым локальным максимумам с ближайшей целью на 107.81 и потенциальным проходом до 108.08. В свою очередь отмена данного сценария состоится при снижении ниже разворотного уровня на 106.70. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.